Крупных казахстанских городов и областей смогут самостоятельно привлекать внешние займы. Такую новую норму прописали в проекте о внесении изменений в законе об агломерации. Эксперты считают, что нововведение – настоящий прорыв для экономики. Но при этом обеспокоены, что это может стать еще одной возможностью для коррупции и, наоборот, навредить республиканскому бюджету. Саяна Санакова разбиралась в теме. Привлекать внешние займы смогут только агломерации Казахстана. К ним сейчас относятся столица страны, города Алматы, Караганда, Шимкент и Актобе с пригородами. Теперь заемщиком будет выступать правительство республики или резидент страны. Поправки в соответствующий закон разработали в Министерстве нациоэкономики. Ведомцы предлагают привлекать инвестиции только на реализацию капиталоемких проектов, предусмотренных планами и программами городского развития. А международные финансовые организации могут предоставить Акиматам долгосрочное внешнее финансирование сроком от 10 лет и льготным периодом для погашения основной суммы долга. В целях законодательного разрешения местным исполнительным органам столицы, городам республиканского значения и областям привлекать внешние займы, необходимо изменить определение внешнего государственного долга. Подобные условия на данный момент недоступны на внутреннем рынке финансирования. Финансирование проектов МФО также может сопровождаться значительной технической помощью в разработке проектов, что обеспечит их качественную и успешную реализацию в соответствии с лучшими практиками устойчивого развития. Финансисты считают, что такое нововведение для развития нациоэкономики – большой прорыв. Появятся новые рабочие места, ускорятся темпы развития инфраструктуры, которая даже в некоторых из этих пяти городов значительно хромает. К тому же в мировой практике это используется очень давно. Однако эксперты обеспокоены тем, что это может стать новым инструментом для коррупции. Другой вопрос, что есть ли навыки, есть ли опыт, есть ли хорошая база для изучения. Если полученный займ не нанесет того экономического эффекта и просто благополучно будет освоен, как все эти годы они просто осваивали же бюджет, получая трансферами, если этот навык останется, то да, это еще один источник дохода для того, чтобы закрывать какие-то свои финансовые интересы. Вложенные инвестиции должны назад вернуться. Не так, чтобы освоить бюджет. Мы на это построили дорогу, нужна ли эта дорога, какой экономический эффект она нанесет. По сути, никто об этом сильно не задумывается. Впрочем, публичные обсуждения закона проекта продлятся до 26 мая. Эксперты уверены, что опасаясь коррупции старого Казахстана, нельзя не дать возможность новому инструменту, который может вывести казахстанские агломерации на финансовую устойчивость и свободу. Вопрос только в том, как средства будут осваиваться и чьи интересы будут лоббироваться. Саяна Сынакова, Виктор Джигерис, Atomicen Business.